Спецпроект «Лица украинского кризиса» продолжает серия о тех, кто командует донецкими ополченцами. Под прицелом командир батальона «Восток» Александр Ходоковский и лидер ополчения «Горловки» Игорь Безлер. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Среди разрозненных отрядов ополчения одним из самых профессиональных считается батальон «Восток». Возглавляет его бывший командир Донецкой Альфы Александр Ходоковский. Еще один влиятельный персонаж Игорь Безлер с позывным «Без». Называющий себя подполковником российской армии, Безлер руководит ополчением Донецкой Горловки. Донбасс стал пристанищем самопровозглашенных командиров, каждый из которых мнит себя генералом. Профессиональный спецназовец Ходоковский из числа таких. В прессе, как российской, так и украинской, постоянно появляются инсинуации на тему его конфликтов с главной звездой сопротивления, москвичом Игорем Стрелковым. Впрочем, руководство ДНР с не меньшим упорством это опровергает, уверяя, все действия координирует Единый военный совет. Ходоковский создал вокруг себя орел непримиримого борца с так называемой западной угрозой. Во время Евромайдана он находился в командировке в Киеве и даже планировал операцию по вытеснению протестующих из Дома профсоюзов. Обвинение в причастности к расстрелу активистов Ходоковский отрицает. Уверять, что ни одного боевого патрона его Альфа не использовала. В феврале 2014-го разочаровавшийся в старом режиме и не желающий служить новому, Ходоковский вернулся в Донецк и подал в отставку. А подав, сам стал захватывать административные здания уже в роли лидера организации «Патриотические силы Донбасса». Территорики не было такой, что мы хотим исключительно в Россию, мы не хотим быть с Украиной и прочее. Но мы сейчас понимаем просто, что уже в украинском мнении сложилось к нам такое отношение, что даже если ситуация развернется в их пользу, то мы уже будем здесь изгоями на этой земле. Мы не применяем к себе название террориста, но с обвинением в сепаратизме, пожалуй, мы согласимся, потому что это на самом деле так, зачем скрывать, скажем, очевидные факты. Сообщения о том, что бойцов Ходоковского поначалу финансировал донецкий олигарх Ренат Ахметов, так и не нашли подтверждения. Сам Ходоковский на публике довольно сдержанный, как и почти все командиры, делают упор на том, что с ним воюют исключительно добровольцы. Донбасс никогда на колени не встанет, и мы его не дадим в обиду. Это наша земля. Мы их не трогаем, они к нам прутся. Нам хочется спокойно жить. Нужна нам помощь России. Ну, значит, мы тут и умрем. Вот и все. За свою землю. Эксперты уверены, без российской помощи все-таки не обходится. Только с охотничьими ружьями и снятыми с постаментов танками времен Великой Отечественной повстанцы долго бы не продержались, отмечают знатоки военного дела. Точных данных о том, откуда именно ополченцы получают технику, нет. Численность российских бойцов на Украине тоже неизвестна. Разговоры о десанте из Чечни постепенно сошли на нет. Между тем, версия о большом количестве тех, кто в прошлом имел отношение к российским спецслужбам, постоянно находит все новые подтверждения. Я отставной майор российского диверсионно-разведывательного подразделения. Мы находимся сейчас на территории Украины. Нам никто не указ. Ни командование, ни бог, ни черт. Игорь Безлер, также известный как Бес, ни свое лицо, ни связи с Россией не скрывает. Уроженец Симферополя – одна из самых противоречивых фигур в Донецком ополчении. СБУ объявило его в розыск как диверсанта, приложив к ориентировке скан российского паспорта. Весной 2014-го, когда Безлер пытался подчинить себе горловских милиционеров, он представлялся им российским подполковником. Позже сам Безлер признается, что давно уволился из рядов Вооруженных сил России. Как говорят жители Донецкой области, Безлер довольно известный в Горловке человек. Он возглавлял местную ритуальную службу, а также, как отставной военный, руководил службой безопасности ряда кандидатов в народные депутаты. Безлера, как и Ходоковского, называют несговорчивым и конфликтным. В начале июля украинские СМИ распространили сообщения о том, что Без попытался захватить власть в Донецке и со своим отрядом забаррикадировался в местном УВД. Эта информация не подтвердилась. Также периодически появляются сообщения о том, что кто-нибудь из командиров струсил и решил бежать. Но даже если поверить в полное единство в рядах командования ДНР и ЛНР, все равно придется признать, Стрелкову так и не удалось создать полноценную армию. Впрочем, как полагают эксперты, для успешной партизанской войны этого и не нужно, потому что она неизбежна, не сомневается уже никто. А расплачиваться за все придется мирным жителям. На жертвы воюющие, кажется, уже не обращают никакого внимания. Алина Гребнева, РБК Алина Гребнева Алина Гребнева